Всем привет, вы на канале CryptoCommons и у нас долгожданный супер спешл гест это Карл Рунфельд, он же Карл Де Мун. Ну точнее мы у него в гостях, если по чесноку, в офисе Де Мун, здесь конечно прекрасно. Вид такой, что закачаешься, ну да ладно, не суть, мы продолжаем это интервью, поехали. Карл, привет, как дела, чувак? Хорошо. Ух ты, прикольно, может еще что-то по-русски знаешь? Меня зовут Карл, я люблю биткоин. Офигенно, бро. Очень рад тебя видеть. Спасибо. И хочется поговорить про биткоин, про каста, многие спрашивают про каста, про дэш, про всю фигню, так что давай начнем с биткоина. Как ты видишь рынок сейчас, в каком он состоянии, бычий, медвежий, верблюжий, какие твои предсказания цены? Я думаю, что биткоин все еще в бычьем цикле, я все еще думаю, что у биткоина весомый шанс дойти до 100 тысяч долларов в этом году, я все еще думаю, что у биткоина восходящий тренд на месячном и недельном таймфрейме. Так что пока биткоин держится над 30 тысячами, я настроен по обычаю, но если мы пробьем 30 тысяч, то это будет означать, что этот макро-тренд мертв. И у нас есть риск войти в многолетний медвежий рынок, что будет очень плохо для альткоинов и особенно плохо для NFT, потому что я думаю, что NFT абсолютно переоценены сейчас. Абсолютно в пузыре. Слушай, а если мы пробьем 30 тысяч, например, мы упадем на 28 или 27, и после этого развернемся и улетим обратно, ты веришь в такой сценарий с ложным пробоем? Все подумают в этот момент, что это медвежий рынок, зашартят, выйдут с рынка. Да, 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 это возможно. Захват ликвидности и потом рост, да, это возможно. Но я думаю, что если мы пробьем 30 тысяч, мы просто пойдем вниз. Окей, ну давай посмотрим на графике, что ты скажешь про биткоин на дневном таймфрейме. Кстати говоря, это свечи Хайканаши, если тебе неудобно, можешь поменять на обычные. Нет, все окей. Окей, ну давай. Итак, что я здесь вижу, это то, что у нас есть большой нисходящий тренд, и сейчас мы наблюдаем потенциальный медвежий флаг с увеличивающимися максимумами и минимумами. И, конечно же, если мы пробьем поддержку, то это может привести к прорыву вниз из этого медвежьего флага, и на самом деле цель тогда будет на 13 тысячах долларов. И каждый раз, когда люди слышат, как я это говорю, они думают, что это безумно. И я тоже думаю, что это, скорее всего, не произойдет. Я настроен очень по-бычи, и я думаю, что если посмотреть на более крупном таймфрейме, у нас увеличивающиеся минимумы и максимумы на месячном, что означает, что мы все еще в бычьем тренде. И, как все знают, более крупные таймфреймы имеют большее значение, чем маленькие. Так что если месячный и недельный, бычи, даже дневной медвежий тренд не может этого отменить. Так что мы бычи, но нам нужно следить, потому что если мы пробьемся вниз, то это медвежий сценарий на следующие несколько месяцев. Но, по моему мнению, я сейчас в лонге на Байбете, например, я верю, что мы, скорее всего, получим прорыв наверх, и, наверное, ссылка внизу на Байбет. Конечно, как всегда. Итак, что ты об этом думаешь? А я что думаю? Я тоже по-бычи настроен, потому что я вижу повышающиеся пики и повышающиеся впадины. Но сейчас, видишь, все, как ты правильно заметил, сходят с ума по этому медвежьему флагу. Цель, из которого, как ты сказал, будет где-то в районе 13 тысяч долларов. Это, конечно, невероятно, на мой взгляд. Но мы уже видели подобное, когда был коронадамп вот здесь. Но, знаешь, это был медвежий рынок. А сейчас, я думаю, мы имеем дело с бычьим рынком. Но локально сейчас он больше похож на верблюжий рынок, потому что мы весь год идем в боковике. Но я думаю, что да, я тоже жду большой прорыв наверх. Окей, что про другие монеты? Например, про новые монеты, про старые монеты. Что ты думаешь про новые альткоины, которые запустились в этом сезоне и выдали по сотне иксов уже? Я инвестировал в кучу разных альткоинов. Например, я сделал 300x на Star Atlas. Я сделал 100 или 150x на SoulRazer. Попросту я сделал 4 миллиона долларов за 2-3 месяца на стартапах. И инвестировал 15 тысяч долларов. Они стали 4 миллионами через 2-3 месяца. И в общем, я инвестировал в 360 проектов. Так что я заработал 9 знаков только с этих инвестиций. Они прекрасно себя показали. Когда крипторынок горяч, я очень агрессивно инвестирую. Я, наверное, самый агрессивный криптоинвестор. Сто пудово. Потому что 360, я думаю, даже уже 370 крипто пресейлов, миллионы долларов туда было влито. И это сотни миллионов долларов, заработанные за короткий промежуток времени. Так, ну скажи-ка теперь, что ты думаешь про старые хорошие альточки, такие как Litecoin, Dash, Manero. Я не держу никакие из них, на самом деле. У меня есть только вещи, где я вижу очень сильный возврат. Вот почему я... Ну, я держу эфир, но если пойти дальше по списку, я не держу многие крупные монеты. Я вхожу только очень рано в мелкие монеты, получаю огромный возврат, получаю 50x, 100x, 200x, выхожу. И потом я беру прибыль и перевожу ее в эфир и биткоин. Да, но подожди, посмотри чисто с технической точки зрения. Как спекулянт. Посмотри на график Dash. Кстати говоря, этот проект работает похлеще многих других, и масса adoption идет полным ходом. Не так много монет в предложении, и любая крупнейшая биржа, кастодиальный сервис, кошелек, все поддерживают монету Dash. Что ты скажешь вот чисто про теханализ? Посмотри, предыдущий All-Time High был вот здесь. Да, ну то есть многие монеты выглядят вот так. И только с точки зрения техники я не вижу ничего бычего в этом графике, потому что только с технической точки зрения нету бычего рынка. Это медвежий рынок. Да. Ну, знаешь, лично я вижу это как конец медвежьего рынка. Может быть. Вся вот эта зона выглядит как разворот. Видишь? Так скажи нам, какой уровень нам нужно пробить, чтобы ты стал быком подэш? Ну, ты можешь видеть вот то сопротивление, оно, конечно, очень важно. Да. И можно также отметить, наверное, это. Вот похоже, что сейчас мы под очень важным уровнем. 128, да? Да. Похоже, мы только что потеряли его. Мы отверглись от него. Да, это плохой признак, конечно же. Так что Dash нужно пробиться обратно над этим уровнем, чтобы... Ну, то есть, если мы пробьем вот это сопротивление и вот это сопротивление, то это может быть потенциально еще одним вот таким движением. Но чтобы получить вот это, я не знаю, нужен огромный бычий рынок. Да, да, конечно. Но мы же видим его на биткоине, на эфире. Даже знаешь, почему я настолько по быче настроен на Dash в долгосроке? Как инвестицию, ходл, не как быстрое обогащение. Потому что посмотри, например, на лайткоин и манеру тоже. Практически любой старый альткоин уже переписал свой предыдущий all-time high. Видишь? Да. Это долгосрочный бычий рынок, где мы видим повышающиеся пики, повышающиеся минимумы. Но в Dash мы не видим этого. Мы даже близко не подобрались к этому уровню. К сожалению, я не так много знаю о фундаментале Dash, чтобы сказать тебе что-то про долгосрок. Так что я не знаю. Но да, если ты настроен по быче в долгосроке, то это хорошая возможность для покупки. Да, да, как возможность закупиться подешевле. Если ты думаешь, что он пойдет наверх через 5 лет, то да, это хорошая возможность для покупки. Но я не знаю, так будет или нет. Хорошо, спасибо, Карл. Так, ну а что с кастой, скажи мне? Все спрашивают, что, каста соскамилась, что ли? Карл продает? Карл дампит рынок? Нет, конечно нет. Я им объясняю, что это не так. Нет, нет, нет. Ни один нормальный человек сейчас не продает касту? Ну давай, расскажи. В первую очередь, я не продал ни одного токена каста. Ни одного. Я не фиксировал прибыль вообще. И все, кто инвестировал в касту, в огромном профите. Так что большой привет всем вам, кто поучаствовал, потому что все вы в огромной прибыли. Очевидно. Я бы хотел, чтобы приложение было уже запущено. У нас задержка. Но запуск уже очень скоро. Он уже за углом. Стейкинг касты вот-вот выйдет. И мы работаем день и ночь над кастой. Команда очень сильно выросла. И у меня очень интересные новости, но я не могу ими поделиться сейчас. Но через пару недель я поделюсь очень крутыми новостями, которые переведут касту на следующий уровень. И да, люди, которые не обращают внимания на касту сейчас, будут жалеть в будущем. И, конечно же, рынок альткоинов очень упал сейчас, но я покупаю так много разных вещей сейчас, когда все внизу. Потому что сейчас время действовать. Это точно. Покупайте, когда люди не следят. Когда все пампится и сходит с ума, вот когда нужно фиксировать прибыль. Сейчас время покупать. И, как я сказал, стейкинг касты за углом, вы сможете получать пассивный доход. Так что, ребята, вы должны быть обязательно подписаны на канал Карла Дамун.ру, чтобы получать всю эту информацию самыми первыми. Ссылка внизу, обязательно подпишитесь. Что ты думаешь про централизованные биржи? Например, Бинанс, ты слышал, что они ввели ограничения против российских граждан? Я думаю, что это ужасно. Я думаю, что это глупо. Я очень сочувствую русским. Я думаю, что с русскими неправильно обошлись. Нету смысла штрафовать русских за что-то, что делал кто-то другой. У меня здесь очень много русских друзей, и мне очень грустно. Мне очень жаль тех, кто вовлечен в это, чем бы оно ни было. Но я не вижу причин банить русских в ресторанах или на Байненсе. Я думаю, что это глупо. И вообще расизм. Я думаю, что это чистой воды расизм. Да, да, это ужасная тема. Ужасно. И на какие биржи бежать людям с Бинанс? Какие бы ты сам порекомендовал? На какие переключиться с Бинанса? Ну, я не знаю, если честно. Ну, лично ты. Ты торгуешь на Байбит? Я, лично я, да, торгую на Байбите. Но куда нужно идти русским, я не знаю. Я слышал, что Байбит и Фемикс не собираются блокировать никаких пользователей. Я надеюсь, потому что это глупо. Это очень глупо. И большой привет всем русским. И украинцам тоже привет. Конечно же, да. И тем и тем. Если честно, я думаю, я не хочу здесь выбирать стороны. Да, да, да. Я думаю, что то, что происходит, это очень хаотично. Но я думаю, не надо забывать, что люди на уличном уровне не имеют ничего общего с тем, что происходит наверху. Так что украинец вы или русский. Нету причин для ненависти. Мы все люди. Да, мы все люди. И ты ничего не имеешь общего с тем, что там происходит. И мой друг не имеет ничего общего. Я думаю, что это глупо. Да. Большой респект всем вам, кто страдает от чего-либо. Я сочувствую. И приходите на мой канал The Moon.ru, и мы затусим. Хорошо. Карл, скажи пару слов о своем новом канале, Карл Рунфельд. Да. Лично мне он очень понравился. Спасибо. Я считаю, что он очень вдохновляющий. Ссылку оставлю обязательно внизу тоже на него, потому что он очень-очень, знаешь, такой мотивирующий. Я думаю, что многие люди тоже заценят такой контент про визуализацию своей мечты и про то, как воплотить свою мечту в реальность. То, о чем ты там говоришь. Это правильное мышление, закон притяжения. Да. Именно. Расскажи нам немного о нем. Мой новый YouTube-канал, если вы забьете в поиске Карл Рунфельд и кликните на первую ссылку, вы его найдете. Попросту он о том, чтобы вдохновлять людей. Я работал в супермаркете, а теперь вожу Бугатти. Я купил свой Бугатти за эфир. Так что попросту я купил эфириум на 100 долларов. И когда эфириум стоил 4000, я взял немного, заплатил за Бугатти. Так что это смешно даже. Моя Бугатти стоила мне всего 50 тысяч долларов. Вау. Потому что я... Если подумать. Да, да, да. Я купил эфириум на 100 долларов, забрал профит на 4000. В итоге машина за 2 миллиона, за 50 тысяч. Это просто крышесносный человек. Это безумно, да. Но да. На моем канале я вдохновляю людей и рассказываю людям, что с правильным настроем вы можете стать кем угодно. Знаменитым певцом, миллиардером. Можно колесить по миру, встречать крутых людей. С правильным настроем все возможно. Но если вы хотите знать точные шаги, зацените мой канал Карл Рунфельд. Есть видео, которое я выпустил, которое называется «Как я стал богатым». В этом видео, оно на 20 минут, я сижу в своем майбахе и просто говорю о том, как я заработал все эти деньги, как я стал таким успешным. Если вы посмотрите это видео, оно может поменять вашу жизнь в очень короткий промежуток времени. Итак, последний вопрос по графикам. Про биткоин-доминацию. Чувак, думаешь ли ты, что мы увидим еще продолжение альтсезона, или давай по чесноку вообще нормальный альтсезон в этом году, или все? Я думаю, что мы увидим альткоин-сезон в какой-то момент. Но если биткоин вырастет... Короче, если рынок бычий, то альтсезон. Финальный альтсезон. Типа как вот здесь был. Ну да, я тоже так думаю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо большое, Карл. Подписываемся, ребят. И увидимся в следующем видосе. Пока. Отлично. Идеально. Хорошо получилось. Да, я тоже так думаю.